Бенедикт 16 отправился в Баварию, чтобы навестить больного брата. В Риме повторно открыта выставка, посвященная 500-летию со дня смерти Рафаэля. Все это гораздо больше в Ромрепортс для России. На первую специальную аудиенцию Папы Франциска после пандемии собрался медицинский персонал со всей Северной Италии. Этот регион страны наиболее пострадал от коронавируса. Находясь с вами, пациенты часто чувствовали, что подле них есть ангелы, которые помогли им восстановить свое здоровье, и которые одновременно утешали их, поддерживали и иногда сопровождали до порога последней встречи с Господом. Папа сказал, что их щедрая работа раскрыла чудо профессионализма, щедрости и надежды. Он призвал все общество пойти по этому пути. Чтобы воссоздать должное страдание больных и многих умерших, особенно пожилых людей, чей жизненный опыт не должен быть забыт, мы должны строить наше с вами завтра. Это требует приверженности, силы и преданности каждого. Папа Франциск Впервые помолился молитвой Ангел Господень после пандемии своего окна. В этот день он размышлял о том, чему научила нас пандемия. Он также вспомнил о беженцах в преддверии Всемирного дня беженцев. Кризис коронавируса высветил необходимость обеспечения и защиты беженцев, чтобы гарантировать их достоинство и безопасность. Кроме того, Святейший Отец подчеркнул то, как кризис повлиял на окружающую среду и мир в целом. Карантин уменьшил загрязнение и еще раз показал красоту многих мест, свободных от движения и шума. Теперь с возобновлением деятельности мы все должны быть более ответственными за заботу об общем доме. Он также размышлял над строками из Евангелия, которые говорят «не бойся». Папа упомянул три ситуации, с которыми придется столкнуться ученикам Иисуса. Такие ситуации подобны трем искушениям миссионера. Во-первых, это желание приукрасить Евангелие, чтобы оно лучше воспринималось. Во-вторых, испытание угрозы физического преследования. И в-третьих, ощущение, что Бог оставил нас. Папа повторил, несмотря на то, что такие моменты могут спровоцировать страх, Иисус просит не бояться. Вместо этого Он постоянно напоминал ученикам, что их жизнь прочно зависит от Бога, который любит и заботится о них. Папа Франциск утвердил новые указы, представленные конгрегацией по делам святых. Среди них есть тот, что разрешает биотификацию венесуэльского доктора Хосе Григорио Эрнандеса, который умер в 1919 году. Он будет первым биотифицированным венесуэльцем. Папа также одобрил биотификацию аргентинца Мамерте Скио, который умер в 1880 году. Он был епископом, известным тем, что во время войны способствовал единству в своей стране. Также была одобрена биотификация Йоханеса Баптиста Йордана, позже известного как Франциск Мария Креста, который умер в 1918 году. Он был священником, который основал общество Божественного Спасителя. Четвертым новым блаженным будет итальянская монахиня Мария Лаура Майонетти, которая приняла мученическую смерть в 2000 году во время сатанинского обряда. Молодая девушка обманом вызвала ее на обряд жертвоприношения, сказав, что она беременна в результате изнасилования. Это произошло на севере Италии. Помимо биотификации, одобрен декрет о признании героических добродетелей мексиканки Глории Марии Элисонда Гарсиа, старшей настоятельницей конгрегации миссионерок-этихизаторов бедных. Она скончалась в 1908 году. Доктор Хосе Григорио Эрнандес из Венесуэлы родился в 1864 и умер в 1919. Его почитают за то, что он является символом единства в своей стране. Вся страна признает, принимает и любит его, скажем так, что он может быть элементом, который сопровождает и объединяет всех венесуэльцев в момент трудностей и разногласий. Ему приписывают научные достижения в Венесуэле в 19 и 20 веках, в том числе использование в стране первого микроскопа. После учебы в Берлине и Париже он отвечал за сбор команд для лаборатории экспериментальной физиологии в Каракасе, а также за сбор материала для новых курсов в Центральном университете Венесуэлы, где он преподавал. Он работал и умер, служа бедным. Именно это нужно венесуэльцам, проживающим в стране с таким глубоким кризисом, в котором ненависти и разделения были посеяны среди людей. Им нужно иметь такой образец для подражания. Верующие и неверующие одинаково признают в докторе Хосе Григорио Эрнандесе скромного и милосердного человека, являющегося примером христианства и хорошего гражданина. Вот почему он так важен. Его останки хранятся в церкви Богоматери Канделарии, в самом сердце Каракаса. Тысячи людей посещают это место каждую неделю. Он вел добродетельную жизнь в качестве мирянина, он понимал и любил бедных. Он обладал международным признанием, будучи доктором, и по-настоящему привлек внимание людей. В настоящий момент преданность венесуэльского народа впечатляет. Его почитание простирается за пределы Венесуэлы. Государственный секретарь Ватикана кардинал Пьетро Парулин был апостольским нунцием в Венесуэле до 2013 года. Он признался, что привез частичку Венесуэлы с собой в Рим. Большинство из них с изображением Хосе Григорио Эрнандеса и богоматери Карамото. Все это находится на выходе из моего офиса, поэтому, когда я выхожу или захожу, я всегда вижу эти изображения, как повод задуматься о Венесуэле. Доктор Хосе Григорио Эрнандес является свидетельством доброты венесуэльских сердец. На общей аудиенции в среду Святейший Отец напомнил, что 17 июня отмечается День Совести. Папа Франциск призвал христиан быть примером последовательности и совести, а в своих поступках всегда руководствоваться Словом Божьим. Сегодня День Совести, вдохновленный свидетельством португальского дипломата Аристидеше де Соузе Мендеша, который около 80 лет назад решил следовать голосу своей совести и спас жизни тысячи евреев и других преследуемых людей. Папа продолжил катехизу о молитве, на этот раз сосредоточив внимание на Моисея как пастыре и ходатая. Он говорил о том, что вера Моисея и его близость к Богу позволили ему пережить свое призвание, несмотря на все сомнения и страхи. С этими страхами, с этим сердцем, которое часто колеблется, как может Моисей молиться? Скорее, Моисей выглядит человеком, как мы. Это происходит и с нами, когда у нас есть сомнения, как мы можем молиться. Нам нелегко молиться. Папа Франциск также подчеркнул верность Моисея как своему народу, так и Богу. Он призвал всех пастырей церкви последовать его примеру. Моисей никогда не забывает своих людей. В этом величие пастырей – не забывать людей, не забывать их корни. Святейший Отец сказал, что истинно верующий – это тот, кто, подобно Моисею, помнит своих людей и ходатайствует за них. Папа Римский Бенедикт XVI, которому в настоящий момент 93 года вернулся в Ватикан из самого продолжительного путешествия, которое он совершил с тех пор, как 28 февраля 2013 года подал в отставку с поста Папы Римского. В четверг, 18 июня, он неожиданно отправился в Регенсбург, Бавария, чтобы быть со своим братом Георгом, которому 96, его единственным живущим близким родственником, который очень болен. Президент Баварии некоторые СМИ опубликовали в Твиттере несколько фотографий этой поездки. Помимо посещения своего брата, в субботу папа на покое также посетил свой старый дом и могилу родителей и сестры. Во время своего четырехдневного визита он оставался в семинаре Регенсбургской епархии. Бенедикт XVI вернулся в Ватикан в понедельник утром, завершив свою короткую поездку на родину. Бенедикт XVI совершил 24 апостольских визита. Его первая поездка на посту Папы Римского состоялась в августе 2005 года. Он присутствовал на Всемирном дне молодежи в Кёльне, Германия. Последним он посетил Ливан в сентябре 2012 года. Самый длинный визит Папы Менедикта XVI проходил в Австралии. Там он пробыл 9 дней и 13 часов. Смотрите далее. Лучшие инициативы, вдохновленные энцикликой «Лоудат Аси». Вы смотрите Ромрепортс для России. Чтобы отпраздновать пятую годовщину энциклики «Лоудат Аси», Ватикан опубликовал эту книгу о некоторых инициативах, возглавляемых католическими учреждениями. Например, бразильские епископы помогают матерям не только во время рождения ребёнка, но и на протяжении всей беременности. Книге также предлагается сделать больше для борьбы с пищевыми отходами и потери питьевой воды. Здесь же упоминается фонд Иоанна Павла II для Сахеля, который поддерживает проекты развития, направленные на создание рабочих мест в самых бедных странах мира. Кроме того, книга призывает инвестировать в проекты, которые уважают жизнь и природу. Секретарь Ватикана по связям с государствами представил книгу вместе с представителем департаментов Ватикана, ответственных за её публикацию. Мы пытались дать ответ на вопрос, который появляется в конце энциклики – что нам нужно сделать. Мы адаптировались к его направленности, принимая во внимание широкий спектр ситуаций – от повседневной жизни отечественной экономики до последствий для международного сообщества. Нам необходимо выделить практические способы внедрения энциклики «Лаудата Си» – документ на пути к заботе о нашем общем доме. Через пять лет после «Лаудата Си» намерен внести свой вклад именно в эту педагогику. В католических школах помощь оказывается многим детям, будь то в дошкольной или начальной школе. Это помогает нам увидеть, что можно сделать с помощью небольших конкретных действий дома и в классе. К примеру, команды Каритаса Индии и Азии предоставляют новые знания и навыки мелким фермерам в избежании чрезмерного использования удобрений. Отдельного упоминания достойна большая работа Каритаса Буркина-Фасо по обеспечению доступа к питьевой воде для местных жителей. В Ватикане мы стремимся к инициативам, включая переработку отходов, соблюдение зеленых насаждений, экономию воды и энергии. Мы сделали ставку на возобновляемые источники энергии и ушли от выхлопов в атмосферу. Мы добились минимального загрязнения атмосферы, продвигая электрический транспорт и используя экологически чистые пестициды и удобрения, которые уважают землю и ее плоды. Документ называется «Путешествие к заботе о нашем общем доме». Это полезный текст, предлагающий хорошие идеи, чтобы католические и некатолические учреждения могли конкретно реализовать то, что папа называет интегральной экологией. Организация «Помощь церкви в нужде» помогла восстановить 6 тысяч домов христиан Ирака, которые вернулись после падения группировки «Исламское государство». Теперь организация занимается восстановлением структур церквей. Например, работы ведутся в соборе Аль-Тахиров Каракоши, крупнейшей христианской церкви страны. В прошлом году организация осуществила 5230 проектов в 139 странах. У нас есть интересная особенность. Мы оказываем пастырскую поддержку, и здесь я подчеркиваю пастырскую поддержку страдающей церкви. Это не просто поддержка, так сказать, солидарность, но поддержка, движимая молитвой и, следовательно, благотворительностью. Это основополагающая черта нашей организации. Организация осуществляет свою деятельность благодаря 330 мелким и крупным дарителям, жертвующим деньги в фонд. В своем последнем отчете, после выражения благодарности за пожертвования, папский фонд отчитался о деятельности и объяснил, на что были потрачены 106 миллионов, собранные в 2019 году. Помощь церкви в нужде известна своей работой по оказанию помощи преследуемым христианам и повышению осведомленности об их нынешнем положении. Сегодня не менее 200 миллионов человек не могут свободно исповедовать свою веру и подвергаются преследованиям или дискриминации в более чем 40 странах мира. Поэтому в 2019 году фонд поддержал христианские проекты в Нигерии, Камеруне и Буркина-Фасо, где бушуют джихадистский фундаментализм и терроризм. Также партнеры по нашему проекту сообщили нам, что в районе озера Чад в Камеруне, Нигерии и Чаде, Боко-Харам восстанавливают свое присутствие, используя новые стратегии запугивания, такие как отрезание ушей сельских женщин в качестве наказания за то, что они не повиновались их проповеди. В Сирии, где население все еще переживает последствия десятилетней войны, организация доставляет чрезвычайную и гуманитарную помощь. Христиане имеют право оставаться на своей родине. Наша материальная помощь позволяет христианским семьям выживать и тем самым помогать христианам оставаться на Ближнем Востоке. «Положение наших братьев и сестер в колыбели нашей веры остается уязвимым, но мы будем продолжать делать все, что в наших силах, чтобы поддержать их». Кроме этого, организация помогает одному из десяти священников по всему миру, поддерживая их в жизни, пастырской и социальной работе. Они также помогают каждому седьмому семинаристу, чтобы те могли продолжить свое образование. Кроме того, известно, что около 13 тысяч монахинь работают в зонах военных действий, трущобах и изолированных районах. Теперь приоритетом помощи церкви в нужде является поддержка этих монахинь во время пандемии, чтобы они могли продолжать заботиться о многих забытых людях. Я хотел бы поблагодарить вас за то, что вы остаетесь духовно здоровыми и не упускаете из виду причины, по которым церковь страдает. Где был обнаружен первый случай коронавируса за пределами Китая? А. Таиланд Б. Южная Корея В. Италия Выберите правильный ответ. Вы смотрите Ром Репортс для России. Где был обнаружен первый случай коронавируса за пределами Китая? А. Таиланд Б. Южная Корея В. Италия Правильный ответ А. 13 января в Таиланде был поставлен первый диагноз коронавирус. Вы смотрите Ром Репортс для России. Фабрицио Джакунелло Студент колледжа в Риме Он является частью проекта Визионари Первого итальянского центра, который объединяет креативщиков для разработки технологических проектов с высоким социальным эффектом. Одним из них является проект COVID-19, вторая фаза. Суть состоит в том, чтобы как можно большему количеству людей передать защитные экраны и помочь остаться здоровыми. Козырек состоит из двух частей. Первая часть – это оголовье, напечатанное на 3D принтере. Оно изготовлено из полилактида или термопластичного полууретана, хотя другие материалы также могут быть использованы. Вторая часть – это ацетатный лист, который можно найти в любом магазине концтоваров. Потом все это собирается. Проект Визионари предоставлял такие защитные экраны бесплатно врачам, медсестрам, фармацевтам и гражданам, а также торговцам, которые начали открывать свой бизнес. Это практичные и моющиеся устройства, которые снижают риск заражения. Эти козырьки предотвращают распространение коронавируса через капли слюны или пота. Мы дарим их бесплатно, хотя мы не можем рассматривать их как санитарно-гигиенические устройства, так как у нас нет сертификации. Фабрицио объясняет, что этот проект проистекает из потребностей молодых людей работать и действовать перед лицом одного из самых трудных моментов в истории Италии. Есть те, кто создает вещи или сотрудничает, чтобы применить свои знания на практике. Нам нужно учиться. Это фундаментально. Мы, молодые люди, должны выздороветь от этого экономического кризиса в ближайшие 10 или 20 лет. В настоящее время Фабрицио и другие молодые люди из проекта надеются изготовить 100 тысяч барьеров для борьбы с распространением пандемии. Поучаствовать в их проекте можно через веб-сайт visionari.org. Семинаристы из Международного духовного колледжа Седес Сапиенце в Риме исполнили песню под названием «Мы народ, который тебя любит», чтобы принести надежду во время кризиса. Песня была написана Джуниором Кабрерой, директором музыкальной группы «Альфарерос». Группа «Альфарерос» изначально записала эту песню в период с 2002 по 2003 год. Они сделали международную версию на пяти языках. Мы легко адаптировали ее и включили другие языки. Таким образом, каждый человек во всем мире может чувствовать себя единым с другими. Идея песни состояла в том, чтобы показать, что мы люди, которые любят Господа. Песня поется на 13 языках, среди которых есть хорватский, малаялом, филиппинский, арабский, суахили. И даже коренной язык индейцев-сапотеков. С таким же чувством универсальности эти люди живут в семинарии. Нас впечатляет возможность жить в международной семинарии, такой как Седес-сапянце, потому что мы действительно, потому что вы действительно живете в сердце веры. Вы получаете более близко ощутить католичество церкви. Вы общаетесь с людьми, которые никогда и не думали встретить. Вы общаетесь с людьми, которых никогда и не думали встретить. С людьми, которые думают и делают по-разному. Это богатство. Видео включает участие семинаристов из таких стран, как Венесуэла, Вьетнам, Ганна, Нигерия, Мексика, Южная Африка и Испания. Посредством простой песни эти молодые семинаристы отправляют послания единства во все уголки планеты. Одна из самых амбициозных в истории выставок, демонстрирующих шедевры Рафаэля, наконец-то открылась в Вечном городе. Это второе издание выставки, проходившей в музее в Кверинальдском дворце в Риме. Оно было встречено с таким же, если не большим, волнением, как и первое. В конце концов, прошли не недели, а месяцы карантина, лишающие любителей искусства этих бесценных произведений. Мы перезагружаемся. Это самая большая выставка работ Рафаэля из когда-либо собранных. Рафаэль – величайший художник эпохи Возрождения. Ренессанс – самый блестящий период в истории Италии. Таким образом, вполне естественно и очевидно, что открытие этой выставки должно было стать частью процесса открытия Италии после карантина. Выставка посвящена 500-летию со дня смерти художника. Здесь вы можете увидеть такие шедевры, как портрет Папы Римского Льва X с кардиналами Джулио Медичи и Луиджи Росси. Другие работы, раскрывающие полное мастерство художника в своем ремесле, включают портрет женщины под названием Донна Вилата, Форнарина, портрет Бальтасары Кастильоны и портрет Папы Юлия II. Существует также коллекция эскизов и многие другие работы, позаимствованные в других музеях, в том числе и в галереях Уфицы во Флоренции. Экспозиция завершена, каждый винтик на своем месте. В день закрытия выставки 8 марта я принял решение, что галерея Уфицы оставит свои почти 150 работ в Риме на все необходимое время. Все, что нужно. Это та же солидарность, которую мы получили от европейских музеев и музеев по всему миру. Чтобы посмотреть более 200 экспонатов коллекции, посетители должны соблюдать ряд мер безопасности ввиду коронавируса. К ним относятся ношение масок и строгое следование стрелкам и дистанционным маркером на земле. Дезинфицирующие средства для рук и проверка температуры также доступны на входе в здание. Выставка «Рафаэль» будет открыта для посетителей до 30 августа 2020 года. Ее грандиозный размах присущ неподражаемому гению Рафаэля, чье искусство продолжает оказывать влияние даже через 500 лет после его смерти. Смотрите в следующей программе. Мы отправимся на Мессу с Папой в праздник святых Петра и Павла. Все это гораздо больше в Ромрепорт для России. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова